Российскую национальную платёжную систему МИР создали всего два года назад. Но по этим карточкам уже можно расплатиться во многих магазинах. МИР – ответ международной системе ВИЗа и Мастеркард. Необходимость её создания была обусловлена тем, что против ряда российских банков были введены санкции со стороны международных платёжных систем. То есть карты, имитированные нашими российскими банками, были отключены от услуг международных платёжных систем. В итоге заложниками ситуации стали владельцы этих кредитных организаций. Тогда и приняли решение создать свою национальную платёжную систему. Государство поставило перед нами важнейшую задачу – защитить операции по картам наших граждан от возможных внешних факторов. Для решения этой задачи была создана национальная платёжная система МИР, на карты которой будут переводиться выплаты из бюджетных и внебюджетных фондов. Сегодня депутаты одобрили необходимость зафиксировать сроки такого перевода на законодательном уровне. Прокомментировала решение Госдумы заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Сегодня в платёжную систему МИР входят все главные банки страны. Большая часть из них уже выпускает карты и обслуживает их в сети своих банкоматов и терминалов. В настоящее время карт выдали немного, но это пока. В Приморском крае 14 тысяч штук, а в целом по России около 3 миллионов. Однако процесс только начинается, и основную массу выдачи карт произведут во втором полугодии этого года. Стоит отметить, что по картам МИР можно совершать все привычные операции – снимать наличные, оплачивать покупки в магазинах и в интернете, а также проводить мобильные платежи. И делать это можно не только в России, но и за рубежом. Платёжная система МИР подписала так называемые кабейджинговые соглашения с международными платёжными системами. Это японская GSB и мастер-карт. Карта МИР может использоваться внутри Российской Федерации как национальная карта, то есть как карта платёжной системы МИР. А за рубежом она будет использоваться как карта международных платёжных систем. Как и у конкурентов, карта МИР может быть классической, премиальной и дебетовой. Стоимость обслуживания зависит от тарифов банка. Однако, возможны варианты, при которых её обслуживание будет бесплатным. Такая опция станет доступна бюджетникам. Кстати, эта категория граждан начнёт получать бюджетные выплаты на карту МИР в ближайшие два года. Соответствующий закон приняла в первом чтении Госдума 22 февраля. Банк России предлагает при доработке документа ко второму чтению внести ряд поправок, которые направлены на соблюдение интересов этой категории держателей карт. Переход на МИР должен быть максимально комфортным, поэтому делать это планируют в три этапа. Согласно предложениям Банка России, новым бюджетникам и пенсионерам карты МИР будут выдавать с 1 июля текущего года, а действующие бюджетники должны будут перейти на них до 1 июля 2018 года. Перевод же действующих пенсионеров будут осуществлять постепенно. Карты МИР будут выдавать им по мере истечения срока действия имеющихся у них карт. Этот процесс должны завершить к 1 июля 2020 года. Тем не менее, те, кто хочет получать, допустим, пенсию наличными, имеют право выбора. Пластиковая карта – лишь альтернатива. Остается отметить, что для владельцев МИР – это гарантия того, что независимо от геополитической ситуации, карту не отключат и не лишат оперативного доступа в самый неподходящий момент. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.